У клуба смешанных единоборств Александр Невский ОМК сразу несколько крупных турниров. В Дворце спорта прошли серьезные сборы, подготовка, отработка, спарринги. И самое главное, все без травм. В принципе, все нормально вроде бы. Без травм. Ребята готовы, функционально, все в порядке вроде. Психологически тоже готовы. Наконец-то в клетку после долгого перерыва выйдет Виктор Немков. Более года он не выступал в ММА, но компенсировал простой выступлениями по боевому самбо и рукопашному бою. Сейчас турнир РССИ в соперниках бразилец Абреу. После боя, после крайнего наук, от операции сделал. Потом пока остановился, должен удраться в конце года на М1. Там бой соскочил, сорвался. После этого Россия была по боевому самбо, Европа, по рукопашному бою. Ну и сейчас уже готов. Предложили подраться на РССИ. Подготовились. Дай бог, выступит нормально. Вместе с Виктором в этом вечере выступит и Артур Астахов. А рядом в клетке Валентин Молдавский. Он выступит чуть позже, 12 июля. Изначально Беллатр предложил Тимоти Джонсона. Потом несколько замен и вот теперь Эрнест Джеймс. Плохо знакомый широкой публике, но это не значит, что можно расслабиться. Ну, у меня уже третий соперник меняется. Был один, потом второй. Травмировался второй. Сейчас третьего дали. Он базовый вольник. Потяжелее меня, в принципе, как и все мои весовые. Ну, у него мало боев. Было три, по-моему. 3-0 рекорд у него. Борец борется. Ударки я прям не видел. Ну, уже, наверное, больше года прошло после последнего боя. Поэтому, кто знает, какой он сейчас, может, он и удар подработал. Поэтому, в принципе, готов к любому развитию событий. Там в бою будет видно, какую тактику избирать. Яркая победа позволит Валентину продвинуться ближе к чемпионскому поясу. Что же касается остальных ребят, то кто-то сейчас отправится на менее значимые турниры. В Китае и Сочи Дмитрий Ионин – один из молодых, подающих надежду доморощенных бойцов. У него уже есть несколько успешных выступлений, и сейчас ему никак нельзя останавливаться. У меня вот сейчас бой будет 21 числа в Сочи по профессионалам. Ну, будет проводиться турнир хороший международный, будут тоже, ну, хорошие ребята. Там мы отделемся дальнейшие планы. В сентябре-октябре уже в РЦЦ. Там третий или четвертый турнир, новая промоутерская организация, которая сейчас хорошо набирает обороты. Ворвемся туда и покажем Ург Старый Оскол. В общем, этот июль будет очень богатым на события для нашего клуба. Ждем с победами!